Личные профили в сети. Для одних возможность пообщаться, для других отличная платформа для сбора персональных данных. Злома аккаунтов становится все более серьезной проблемой для интернет-пользователей. О кибермошинниках не понаслышке знает жительница Симферополя Инна Раевская. В этот раз сообщение с просьбой занять денег пришло к девушке со страницы близкого друга. Я уже не помню на что и сказала, что я моментально отдам, просто какие-то проблемы у него с карточками. И в принципе, естественно, это мой друг. Мы там даже как-то пообщались по-личному, очень естественная беседа была. Я ему уже собралась отправлять эти деньги, переводить. Выяснили, какая карточка, что, куда и почему. И тут у меня зазвонил телефон. По стечению обстоятельств звонящим оказался именно тот человек, который еще пару минут назад общался с сыном в социальной сети. Как только на уловку попадается достаточное количество доверчивых пользователей, киберпреступник заметает следы и исчезает, оставляя владельца странички разбираться с негодующими подписчиками. Существуют и более сложные схемы, чтобы провернуть их. Мошеннику надо как следует подготовиться. И в таких случаях деньги просят уже даже не через личную переписку, а в публичной плоскости. Например, на взломанной странице публикуется пост с призывом о помощи. Такого рода сценарии рассчитаны на больший улов, поэтому в ход идут самые мощные аргументы. Мой сыночек умирает. Умоляю, стоя на коленях. Срочно помогите. С таких слов начинается призыв о помощи, опубликованной на страничке в социальной сети Сергея Степанова. В посте говорилось, что пятилетний сын Сергея попал под колеса автомобиля. Водитель с места происшествия скрылся. Малыш в критическом состоянии был доставлен в больницу. На мольбу о помощи живо откликнулись друзья из соцсети. Одним из первых был Михаил Клименко. Опешил от происходящего возможности. Даже не подумал о том, чтобы позвонить, предупредить, сказать. Собственно, помог, чем смог. Ну, а, конечно, когда уже узнал о том, что это дело рук мошенников, стало горько. Не меньшее потрясение перенес и хозяин взломанного аккаунта о том, что на его страничке орудуют мошенники, молодой человек узнал от жены. Я захожу в Инстаграм и вижу, что пароль поменяли, я зайти не могу. Начинаю быстро пытаться восстановить его, понимаю, что и почта моя уже отвязана. Начал связываться с своими друзьями, которые могли бы мне помочь в этом. Естественно, толковых людей хватает, но сразу понятно, что работали профессионалы. Такие продуманные сценарии встречаются реже, но их число по информации правоохранителей уверенно растет. Нередко мошенники могут взламывать странички отдельных пользователей, размещать ту или иную какую-то информацию, определенный контент, какой-то узконаправленный. И под различными предлогами вымогать у граждан денежные средства. Поэтому мы обращаем внимание, ни в коем случае нельзя идти на поводу у мошенников. И здесь решающим может быть всего один телефонный звонок. Если обмана избежать не удалось и ваши кровные уже ушли на счета злоумышленников, правоохранители призывают срочно бежать в полицию. По статистике, шансы вернуть деньги напрямую зависят от оперативности пострадавших. Екатерина Шивагина, Алексей Семенов. Утро нового дня.